Мы ведь с вами давно уже знакомы, да? Есть у вас одна особенность, время от времени вы употребляете алкоголь. Есть такое, да? Вот мы с вами, может, три-четыре раза, да, встречались уже. И вы, в общем, достаточно дисциплинированный в этом плане человек. То есть мы с вами, я помню, на год проводили такое кодирование от алкоголя, на три года, потом еще на год. Вы вот всегда выдерживаете срок, потому что, ну, вы такой человек, а решили, значит, не пьете. А пьете, так пьете, да? Правильно? Вот скажите, у меня вопрос, вот помогает психотерапия, вот когда мы с вами встречаемся, это как помогает вам остановиться и жить трезвым, вот год, три вы? Работает это все? Работает. Ну, вот тяги нет, когда вот живете, да? То есть вообще, да? Забываете об этом, живете все успешно. Нет, абсолютно не тянет, не хочется. Это ведь помогло вам, человеку с рабочей специальностью, воспитать сына, который поехал в большой город самостоятельно получать высшее образование. Да, совершенно. Это я вот считаю наша самая главная с вами победа, потому что, если бы вы человек был такой уж пропащепьющий, я не думаю, чтобы ваш сын задумался бы над образованием высшим, да? Я даже знаю, что, ну вот мы сейчас с вами опять сделали такую работу хорошую, и вы даже придумали такое ключевое слово. Можете сказать это слово, которое будет придавать вам силы и всегда, когда вот у вас какое-то искушение, не дай бог, вы возьмете и произнесете свое вот это волшебное слово, даже два слова. А можно произносить? Можно. Миша Студент. Миша Студент. Вашего сына зовут Миша. Вот понимаете, это очень сильно, это как клятва, это как, ну, то, чему мы посвящаем что-то в своей деятельности. Вот сделайте свою работу хорошо, да, вот будете трезвым, и сыну будет хорошо, и он будет студент, и выпускник. Это ваше будущее, наши дети, это наше будущее. Так что я вас поздравляю, вам есть ради кого и ради чего жить, и дай бог, чтобы все было хорошо. Спасибо.